приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня у нас дегустация сыра эдомир который вызревал у нас два месяца но предварительно я подозреваю что с этим сыром тоже когда мы делали сыр в конце высказывал свои подозрения по поводу того почему в маленьких головках у нас с пропионовыми бактериями не получается большие глазки и ну в общем результате подозреваю что здесь тоже больших глазков не будет но наши коллеги вида черниш поделилась со мной секретом сейчас я об этих но несколькими секретами вернее вызревание сыров с пропионовыми бактериями сейчас и этими секретами соответственно поделюсь с вами а перед этим хочу как бы в качестве комплимента ребята со мной поделились секретами в качестве комплимента немножко рассказать о них вида черниш черныш и андрей черныш украинские сыроделы из города ровно ну и помимо того что ребята сыроделы они проводят мастер-классы по приготовлению сыров вот частности ближайшее время 14 нет извиняюсь 16 18 марта в городе ровно будет проходить их мастер-класс молодые сыры если кому-то интересно кстати цена очень привлекательная если кому-то интересно поучаствовать в мастер-классе поучиться готовить сыры и пообщаться с действительно профессионалами своего дела потому что люди не любители не только делаются для себя но делают его как бы профессионально ссылку так сказать на само мероприятие найдете в описании видео можете посмотреть о самом почитать о самом мероприятии можете созвониться с ребятами и в конце концов поехать на мастер-класс но давайте вернемся к нашему это меру посмотрим что же у нас получилось и так это мир срок вызревания два месяца у него теплая фаза длилась один месяц посмотрим на результат ну вот такой же результат как и в предыдущих сырах глазков ну они как бы есть но есть не выраженные то есть это по структуре совершенно не домер сейчас поговорим об этом в первую очередь давайте продегустируем срок я покажу его крупный план по своей консистенции сыр отличный просто отличный по аромату который он источает я тоже понимаю что срок очень классный но по своему рисунку он не соответствует тому стандарту не соответствует тому виду который который должен быть у меня такой хороший кусочек получился сейчас покажу крупный план вот так вот он выглядит видите глазочки совершенно не глазочные так сказать сыр эластичный по консистенции ну по консистенции сто процентов он отличный но не хватает нужных нам глазков ну что ж друзья эдомер аромат сношебательный цветочный цветочный ореховый как и положено ну вообще запах это это нечто кое на вкус послушайте на вкус белиссимо вкус идеального эдома ну просто просто мне очень нравится честно расскажу вам что сделать чтобы по этому рецепту получился сыр с большими глазками как настоящий эдомер друзья кстати если вы не смотрели видео как мы готовили этот сыр ссылку вы найдете в описании и в конце видео я говорил что в процессе ну вот в процессе того как мы набираемся опыта у меня были некоторые подозрения по поводу того почему пропионовые бактерии в маленьких головках не могут сделать нормальные глазки такие как в больших головках сыра ну и вот в общем то те секреты которыми со мной поделилась вита первое надо увеличить количество самих пропионовых бактерий потому что головка маленькая головка плотная и вот этого газоотделения которое призвано раздуть головку и образовать глазки надо значительно больше чем в большой головке то есть нужно большее усилие поэтому рекомендую я буду делать эксперименты сейчас вот буквально мы в течение какого-то времени сварим еще один сыр с пропионами сам ну мы как бы уже их много приготовили сам рецепт показывать не буду потому что сварим что-то повторяющиеся скажем так но покажу результат вот поэтому увеличиваем порцию пропионовых бактерий но как минимум в три раза вот допустим если вы покупаете ингредиенты как я в интернет-магазине сырок.com.ua кстати друзья в интернет-магазине сырок.com.ua появилась скидка по промокоду канал даниила сам промокод найдете тоже в описании видео и все ингредиенты можете для сыра покупать частности в этом интернет-магазине так вот если вы покупаете готовый набор для приготовления сыра докупайте к нему дополнительно пропионовых бактерий то есть я буду вот как рекомендует вита и как я в принципе сейчас уже тоже понимаю что это правильно буду использовать тройную дозу полной вески тройную дозу на количество молока пропионовых бактерий для того чтобы их было больше для того чтобы они создали более жизнеспособные колонии эти колонии будут выделять больше при своей жизнедеятельности при теплой фазе созревания будет выделять больше углекислоты и соответственно больше усилия пойдет на распирание сыра на формирование этих глазков второе длительность и температура теплой фазы созревания как я уже говорил то что пишется в классических рецептах классические рецепты они все-таки пишутся для больших головок и вот это вот короткая теплая фаза созревания две недели это ни о чем для наших маленьких головок увеличиваем теплую фазу созревания до четырех недель как мы сделали в данном случае но при этом и увеличиваем температуры теплой фазы созревания до двадцати четырех двадцати пяти градусов и тогда как бы я практически сейчас уже уверен что результат получится идеальный но друзья я думаю где-то через месяц мы сварим сырок через месяц выйдет видео с дегустацией какой-нибудь там родомер или до мера черт ну что-нибудь придумаем или любой сыр с пропионами сделаем и как бы я думаю что результат у нас будет у нас получится отличные глазки и мы этот результат естественно опубликуем но она сегодняшний день мы имеем домер красивого цвета красивой консистенции с правильным вкусом с правильным запахом но опять-таки без глазков как как у нас обычно к сожалению получается но надеюсь с этим я разобрался и вот проведу эксперимент опубликую результаты этого эксперимента после этого естественно все видео сыров с пропионовыми бактериями в которых я говорил неправильные условия для вызревания придется переснимать делать новые для того чтобы так сказать донести потому что для меня важно не снять видео а донести правильную информацию для того чтобы вы когда готовите свой сыр чтобы у вас все получалось чтобы вы были довольны этим сыром потому что вот этим сыром я в принципе доволен он классный он очень ароматный он вкусный он классный по консистенции по цвету но не хватает не хватает вот одной характерной черты друзья итак если интересно как мы его готовили ссылка в описании ссылка на мастер-класс виды в описании ссылка на набор приготовления сыра тоже в описании и промо-код на получение скидки в интернет-магазине сырок.com.ua тоже будет в описании видео надеюсь не очень этим описанием вас нагрузил друзья но на мером я доволен в общем и целом в общем и целом но как всегда небольшое разочарование спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал а мы с ларисой конечно готовим для вас новые сыры ну и колбасы там немножко алкоголя всего добра пока спасибо за просмотр